МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"День Великой Победы". Картина мира с Юрием Казиятко. Здравствуйте и смотрите сегодня в программе. День Победы при полном параде. -"Мир нужно уметь защищать". Праздничный интернационал, китайские кабриолеты, российские стратегические бомбардировщики и американские военнослужащие на торжествах в Минске. -"Спасибо за победу". Зачем в Беларусь едет один из самых влиятельных людей планеты и что мы можем предложить крупнейшей экономике мира? -"Пожалуйста, располагайте нашими возможностями в центре Европы". Кто в Казахстане молится за Назарбаева? -"За нашу жизнь". Почему президент Кыргызстана не спал накануне встречи с лидерами Беларуси, Казахстана, России и Армении? -"Менее полугода понадобилось, чтобы четверка превратилась, теперь уже, я полагаю, в пятерку". И что телевизионные журналисты обычно не показывают в эфире? -"Приходится выкручиваться как-то в таких ситуациях". Апофеоз 70-летия Великой Победы, военный парад, состоялся сегодня в белорусской столице. Грандиозное зрелище собрало сотни тысяч белорусов и гостей страны. Праздник Великой Победы в этом году юбилейный. Один из самых почитаемых дней в нашей истории в 70-й раз собрал на улицах Минска всех, кому дорога память о подвиге. Традиционно в этот день отдал дань памяти погибшим Великой Отечественной и президент Беларуси. Здесь же на площади Победы представители иностранного дипкорпуса, высшие должностные лица и, конечно, ветераны. Со Старой Гвардией тепло и душевно пообщался Александр Лукашенко. -"У нас все меньше становится, но тем не менее ядро крепкое еще. Правильно я говорю? Абсолютно. Ну и приказ, помните, жить и жить, вопреки всему". Тем временем у Стеллы Минск город-герой все уже были в предвкушении большого праздника. Посмотреть на 70-й юбилейный Парад Победы в Минске пришло огромное количество людей. На трибунах много гостей из других стран. Да и сам парад получился уникально интернациональным. Рядом с белорусскими прошли и российские, и американские военнослужащие. Почетные места в первых рядах для ветеранов. В Беларуси сегодня живут более 10 тысяч непосредственных участников Второй мировой войны. В том числе два героя Советского Союза. Кстати, 39 ветеранов Великой Отечественной войны уже перешагнули столетний рубеж. Каждым годом все лучше и лучше. И праздник все более торжественный, более многолюден. Лучше смотрятся люди, нарядно одеты. Лучше идет наша армия с хорошим вооружением. Беларусы именно у ветеранов учатся искренне любить Родину и верить в ее будущее. Об этом чуть позже говорил с трибуны президент страны. Александр Лукашенко напомнил, что главный удар фашистов приняла на себя белорусская земля, где и разыгрались жестокие и трагические события начала войны. Враги бросали против нас сотни тысяч карателей. Они действовали с варварской, первобытной жестокостью. Равнялись с землей наши города и села. Вешали, расстреливали и жгли заживо наших женщин, детей и стариков. С нами вели войну на полное истребление. Нас не сломили. Мы выстояли и победили. Но в этой битве Беларусь понесла огромнейшие потери. И эту страшную боль не может залечить даже время. Новые времена тоже никак не могут избавиться от практики военных действий. Президент Беларуси непрямо, но прозрачно намекнул на ситуацию в Украине. И мир, и Европа приближаются к опасной черте. Сегодня мы видим трагические уроки войны забыты. Вновь торжествует не сила права, а право силы. Вновь рвутся снорады, полыхают пожары и гибнут люди. И мир, и Европа приближаются к опасной черте. И сейчас как никогда важно помнить уроки Великой Отечественной. Помнить об этих уроках должны и политики, и руководители, и народы. Важнейший из этих уроков таков. Нет ничего ценнее мира. И никакие амбиции, никакие расчеты, никакие интересы не стоят того, чтобы приносить им в жертву человеческие жизни. 19 парадных расчетов, сотни единиц техники, 30 самолетов и 11 вертолетов воздушного эшелона, больше 5000 военных. Зрелище, которое завораживает с первых минут. А в первых рядах танки и машины времен Великой Отечественной. Истребитель фашистских танков, самоходная установка СУ-100. В юбилейный год на парадах и в Москве, и в Минске состоялись своеобразные премьеры. Белорусские разработчики представили «Полонез». Эта система залпового огня может поразить до 8 целей на расстоянии в 200 километров. Созданная отечественными организациями оборонного сектора экономики и соответствующая лучшим мировым аналогам. Традиционно маршем прошли и российские военнослужащие, и союзная техника. А американские военные стали изюминкой нынешнего праздника. Этот оркестр фактически еще в военное время был основан Гленом Миллером и сегодня принял участие в параде. Союзников по антигитлеровской коалиции тепло встретила публика. Но настоящий фурор своим выступлением произвела белорусская рота почетного караула. Завершилось все показательным проездом гражданской техники и спортивно-молодежным шествием. Здесь тоже есть на что посмотреть, например, на такие редкие на городских улицах Белазы. На заводе в Жодин создали самый большой в мире самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Под впечатлением остались все, но на парад люди шли не только за зрелищем, еще и для того, чтобы воспользоваться уникальной возможностью и пообщаться с ветеранами. Это особенно важно для подрастающего поколения. Для нас очень важно прикоснуться к этому, прикоснуться вживую и оставить это в душе своей, чтобы наши дети могли следующим поколениям передать вот это чувство гордости. Очень красиво, очень интересно. Первый раз на самом деле побывал я в Минске на параде. Чувство вообще, впечатление просто класс, здорово. Вечером праздничная программа в Минске и в областных центрах завершится салютом. Прозвучит 30 победных залпов ровно столько же, сколько и в Москве в 45-м. Алексей Мартиненок, Максим Сацукевич, Картина мира. Это был самый масштабный парад в истории суверенной Белоруссии. То, что в кадре, мы увидели, а что осталось за кадром. Как готовились к торжественному прохождению опытные военные и те, кто впервые попали в коробки. Новая техника в парадной колонне и необычные гости. Даже военный оркестр из США принял участие в параде. Обо всем по порядку. Татьяна Ревизория. Последний раз парад на 9 мая в Беларуси проводили 5 лет назад. А этим историческим кадрам сегодня исполнилось 20 лет. Кинопленка переносит нас в праздничный Минск 95-го. Тогда триумф Великой Победы провозглашали на площади Независимости. После проводили парады и на площади Октябрьской. Но в 2004-м знаковым и особым местом стала Стелла. Минск – город-герой. Более представительное стало участие боевой техники, также авиации. Если мы начинали на Стелле Минск – город-герой, первый парад в 2004-м году, в составе механизированной колонны у нас было порядка 90 единиц боевой техники. То сейчас у нас более 200 единиц боевой техники. Но традиции превыше всего. Первыми чеканили шаг суворовцы. Причем к такому эффектному выступлению ребята шли около полугода. Вначале была одиночная строевая подготовка, затем музыкальная, а после уже отрабатывали командную слаженность. Впрочем, готовились не только физически и морально, но и внешне. До идеала парадную форму доводили несколько дней. Многим ребятам не раз приходилось перешивать шевроны на кители. И вот они – последние штрихи. Суворовцы, в которых мы видели на параде, отбирали среди третьего и четвертого курса. Всего 64 человека, плюс 15 запасных. Во-первых, было чувство радости, во-вторых, сразу же крутились в голове мысли такие, что будет действительно тяжело, нужно собраться и просто отдаться этому делу полностью. Одна из главных фишек нынешнего парада в том, что принимали его уже не на старушках-чайках, а на новых китайских кабриолетах. Винтажных снаружи, но очень мощных и современных внутри. Ну что, поехали? Эксклюзивные авто марки «Хунзи», что означает «красное знамя», были созданы всего в двух экземплярах. Специально для парада в Минске. Укращать крутой нрав этих суперкаров наши водители начали еще в аэропорту. Нажал на педаль газа, и голова ударилась в подголовник. Я понял, что здесь достаточно мощности. За 15 секунд 200 км в час. Мощности действительно не занимать. Под капотом 420 лошадок. Но в условиях парада скорость сильной чувствительной машины не должна превышать 10 км в час. Для Александра, водителя одного из двух кабриолетов, это 10-й юбилейный парад. Я еще помню, когда я ходил в пешей колонии, мы проходили мимо машин, и так в голове закрадывалось, вот бы проехать на этой машине. Получилось так, что провожу парады сам уже. Но украшением парада были не только машины. Знаменитая белорусская ваза вновь оживает на стеле. Воссоздают сложный фрагмент более 400 студентов. Номер ребята репетировали две недели. Я на 11-м ярусе, это высоко. И когда ты прогибаешь и видишь под собой всех людей, которые вот тебе аплодируют, полностью видишь вот эту всю обстановку, это достаточно интересно, и эмоции все зашкаливают, просто невероятное ощущение. Танк, он как человек. За ним надо постоянно ухаживать, ласкачивать. Если ты к нему относишься с ответственностью, с нежностью, с любовью, и он тебя в нужный момент не подведет. И с этой философией едва ли поспоришь. Перед парадным выходом военную технику почистили и покрасили. Но ежедневное поддержание лоска, как и тренировки, за экипажем. Лейтенант Сазанович танкист со стажем. А за последний месяц с боевой машины и вовсе породнился. Гордость. Едешь, когда на тебя смотрят люди. Это очень захватывает дух, приятно, что тебе выпала честь такая участвовать. Экипаж танка состоит из трех человек. Это командир, механик и наводчик. Последний в мирное время не требуется. Поэтому места в танке хватит и для меня. Ну что, поехали на репетицию. Генеральных репетиций перед парадом было две. Причем вторая проходила в условиях экстремальных. Весь вечер и ночь лил дождь. Джаз, патокомпанемент, лихой погоды? Почему бы и нет, решили американские музыканты. Оркестр военно-воздушных сил США в Европе прилетел в Минск специально на парад. Но кроме этого, военные дали концерт и у стен Брестской крепости. Я горжусь правом носить свою форму. Но за эту возможность мы должны сказать спасибо ветеранам. И американским, и белорусским. Беларусь предоставила нам возможность отдать память о великой победе. И для нас большая честь выступать в вашем параде. Традиционно немало иностранцев и среди зрителей. Причем заметны это уже во время репетиций и прогонов. Попасть в Минск на парад для итальянца Себастьяна было мечтой. Ради которой можно оставить позади почти 2000 километров и даже начать учить язык. В таких декорациях невольно тянет на воспоминания. Дед Себастьяна был партизаном. Поэтому именно партизанское прошлое Беларуси особенно трогает итальянского студента. Я впечатлен тем, как ваши партизаны сражались за родину. Белорусы внесли огромный вклад в победу над фашизмом. Поэтому я рад быть у вас на параде. Проведение его очень хорошая традиция. Ведь так важно чтить память. И сегодня мечта итальянца сбылась. Впрочем, каждый из наших героев является маленькой, но важной частичкой большого парада. Так же, как и Великая Победа, которая стала возможной только благодаря усилиям миллионов. Парад в честь 70-летия Великой Победы прошел в Белоруссии, России, некоторых республиках постсоветского пространства, в других странах мира. Пусть не так торжественно, но тоже отметили дату Победы. Давайте посмотрим, как это было. В Белоруссии праздничные мероприятия в День Победы охватили всю страну. Помимо Минска, эпицентром памяти стал город над Бугом. Здесь основные мероприятия прошли в Брестской крепости. Полторы тысячи наследников Победы пронесли фотографии с именами своих родственников, воевавших Великую Отечественную. В Гродно праздник начался с митинга обновленного круга на славу, рядом с которым прошел парад войск. Зрители смогли не только увидеть редкие экземпляры военной техники, но и после официальной части сфотографироваться с ними. В городе также развернулись театрализованные площадки, выставки автоклубов, трансляции кинофильмов и видеороликов. В Могилеве праздничные мероприятия начались вечерним театрализованным представлением с элементами реконструкции форсирования Днепра. Действо, которое развернулось на земле, воде и в воздухе, собрало рекордное количество зрителей – 125 тысяч. Сегодня в городе торжественным маршем прошли воинские части, после чего в городе всех желающих кормили солдатской кашей и фотографировали на военном мотоцикле. Праздничная программа проходит и на Буйническом поле. В Гомеле впервые в этом году прошел парад военной техники. Необычную акцию организовали и в общественном транспорте города. Водители и кондукторы переоделись в военную форму, а добровольцы на личном транспорте договорились бесплатно перевозить ветеранов. Масштабные мероприятия по случаю 70-летия Победы прошли и в России. Юбилейный парад в столице на Красной площади стал одним из самых крупных за всю историю праздника. В нем приняли участие более 16 тысяч военнослужащих, в том числе и стран СНГ. Среди них 75 белорусских спецназовцев. Пятая отдельная бригада – одно из лучших соединений в вооруженных силах Беларуси. Польша отметила праздник 7 мая. В Гданьске для участия в церемонии, посвященной 70-летию со дня окончания Второй мировой войны в Европе, собрались лидеры отдельных стран ЕС, Украина, а также генеральный секретарь ООН. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, после чего был дан салют. В Германии Бундестаг на специальном собрании отметил заслуги как западных союзников, так и советской армии. Память погибших немецкие депутаты почтили минутой молчания, а в берлинском Трептов парке возложили цветы к монументу «Войн-освободитель». Во Франции День Победы объявлен национальным праздником, который многие годы проходит по неизменному сценарию. Действие, которое занимает два часа, включает в себя возложение президентом страны венка к могиле неизвестного солдата, зажение вечного огня, смотру войск и небольшой парад. Высокие гости из разных стран собрались и во французском городе Нуае-Сен-Мартен. К месту захоронения возложил венки и глава белорусской депмиссии во Франции Павел Латушка. В Великобритании вместо парада проходят поминальные службы. В центре Лондона по случаю 70-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков прошла минута молчания и салют над Темзой. Также в памяти погибших в годы Второй мировой войны, в День Победы по всей Британии, были зажжены свыше 200 береговых маяков. Парад в Киеве проводить не стали, ограничились концертом симфонической музыки, который символически закончился в 23.01, время объявления о прекращении огня. Сегодня приездят страны возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве. В Казахстане парад, посвященный Дню Победы, прошел в четверг. Несколько лет назад именно 7 мая в стране был объявлен государственным праздником – Днем Защиты Отечества. Торжества в этом году стали наиболее масштабными в истории страны. В нем приняли участие 300 единиц наземной и воздушной техники и 5000 военных. К 70-летию Великой Победы был приурочен и неформальный саммит лидеров некоторых стран СНГ в Москве. Президент Лукашенко принял участие в этой встрече и еще в одном саммите принял участие белорусский президент. Он состоялся 8 мая в российской столице. Главы государств Евразийского экономического союза провели заседание впервые в полном формате с момента запуска ЕАЭС 1 января 2015 года. Наталья Бреус с подробностями. Этот визит белорусского президента в Москву проходил на фоне юбилейных торжеств. 70-летие Победы Великой Отечественной празднуют с размахом. Даже в правительственном аэропорту мировых лидеров встречали с солдатской кашей. Она горячая. Одну каплю теплую. Не разбрасывайтесь. Еще много к вам приедут. В Беларуси сегодня наравне с Россией чтят подвиг героев. Ни один ветеран не забыт. Война дорого обошлась республике. Погиб каждый третий. А сколько наших полегло в братских могилах? Дань памяти павшим отдают у стен Кремля. Это делает и президент Беларуси. Возлагает венок к мемориалу в Александровском саду. Могила неизвестного солдата в эти дни утопает в цветах. В процессе рядом с главой белорусского государства российские политики и общественные деятели. Они следуют по аллее городов-героев, среди которых и Минск. Маршем проходит почетный караул Кремля и военнослужащие из Беларуси, которые в этом году принимали участие в параде на Красной площади. Праздничная атмосфера сопутствует серьезному разговору политиков. После теплых приветствий начинается неформальный саммит СНГ. Вторя друг другу, лидеры Содружества говорили о том, что попытки пересмотра итогов Второй мировой сегодня просто недопустимы. Великий советский народ принес нам великую победу. И сейчас это очень актуально. Это должно работать на объединение наших государств и наших народов. Содружество сегодня достается. Мол, организация неэффективна, но лидеры СНГ используют эту площадку для общения. Приехали не все. Саммит прошел, например, без президентов Молдовы и Туркменистана. Не было и Порошенко. Украина де-факто сворачивает участие в деятельности СНГ. Выхода Украины из СНГ вряд ли стоит ожидать. МИД Украины заявляет сам, что членство в СНГ позволит отслеживать национальные интересы в регионе. То есть МИД Украины дает нам понять, что расставаться с СНГ Украина не собирается. Я уже говорил, что для нас Украина очень важна. И нам надо как-то более конструктивно подойти к этому украинскому вопросу. Больше экономики было на встрече лидеров ЕАЭС. С момента запуска Евразийского экономического союза впервые прошла такая полноформатная встреча. В начале года в мире появилось новое экономическое объединение с едиными правилами движения товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов. В эти майские дни Евразийская экономическая комиссия подготовила достаточно обширную повестку дня. Это позитивный знак того, что все наши конструктивные, а нередко и критические пожелания комиссии услышаны, оперативно приняты в разработку и стали для нее руководством действия. Надеюсь, что и практические результаты, в том числе по устроению изъятий, созданию условий для роста взаимного товарооборота, также не заставят себя ждать. Легкой непредсказуемости саммиту Евразийского экономического союза добавил Кыргызстан. Вроде договор о присоединении страны к этому объединению был подписан еще в декабре, но вот для окончательного вступления не хватило буквально пару протоколов. Они не были согласованы до последнего момента. Даже сам Атамбаев признался, что последние две ночи практически не спал. Я очень переживал. Меньше часа назад, наконец-то, эксперты нашли решение, которое устраивает и главные члены союза, и Кыргызстан. Были вопросы к Бишкеку по ветеринарному контролю и инфраструктурным проектам с Китаем. Не все просто, но партнеры по союзу оценили стремление Кыргызстана соответствовать стандартам Евразийского экономического союза и договориться удалось. То есть это значит, что тройка – Беларусь, Россия и Казахстан с Арменией и Кыргызстаном – превратились за последние полгода в пятерку. Эксперты констатируют рост товароборота стран-участниц почти на 20 миллиардов долларов. Заметную выгоду должны принести в перспективе и соглашения о зонах свободной торговли. Первое такое на повестке – соглашение с Вьетнамом. Дальше на очереди аналогичное с Индией, Израилем и Египтом. Это огромные рынки. Что важно, от рамочных вопросов постепенно лидеры переходят к решению конкретных задач в общем пространстве. Если с передвижением товара все более-менее понятно, то вот над рынком услуг еще нужно работать. Особенно в транспортной сфере. Речь о равных условиях для перевозчиков на повестке и общий электроэнергетический рынок. Ставится задача сократить транспортные издержки, развить добросовестную конкуренцию в данном секторе услуг. Будет обеспечена гармонизация правил и требований для автоперевозчиков. Президенты утвердили макроэкономические ориентиры. На ближайшие два года было заметно, что завершается встреча на позитиве, несмотря на непростую экономическую обстановку в мире. Сейчас в условиях кризиса, санкционной политики Запада, естественно, есть падение в товарооборотах. Но мы и говорили, что такие форс-мажоры всегда будут, вызовы будут. Но зато общее состояние отношений, перенос предприятий, товаров, создание совместных предприятий идет. Кризисы вечно не бывают, но я считаю, мы находимся на правильном пути. В эти дни в Москве собрались лидеры из почти трех десятков государств. На празднование 70-летия Победы в российскую столицу приехали главы правительств и большое количество высоких гостей. Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Еще до официального визита пообщался с председателем КНР. Встретился белорусский президент также с руководителями Вьетнама, Сербии, Кипра и премьером Словакии. Наталья Бриус, Алексей Юнош, Картина Мира, Москва. Кстати говоря, глава Казахстана прибыл в Москву в обновленном президентском статусе. Назарбаев в пятый раз одержал победу на выборах. Нурсултан Абишевич руководит страной более четверти века. И, как призналась одна из героин следующего сюжета, она готова голосовать за него тремя руками. Наш специальный корреспондент Анастасия Дегтяр из Казахстана. На президента молюсь, чтобы он был у нас жив-здоров, чтобы все было стабильно у нас в Казахстане. Я очень рада Аллаху, что нам прислал такого президента. Каждое утро вот уже 20 лет Мунира повторяет свой ритуал. Такая вера уверяет, ей жить помогает. Две недели назад в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. Сенсации не случилось. Впрочем, ее не предвещали и в экспертном сообществе. Там скорее делали ставки. Не кто победит, а сколько голосов наберет Назарбаев. Бюллетене в пятый раз политический тяжеловес, который бессменно руководит страной уже 25 лет. Беспрецедентная явка. 95,5% избирателей проголосовало. Из них больше 97% за лидера нации Назарбаева. Собственно говоря, такая компания скорее превратилась в демонстрацию общественного доверия Елбасы, лидеру нации. Выборы прошли. Наш любимый президент на своем месте. Выбрали его. И поэтому мы решили немножко стол организовать. Семья Сатабалдиевых новоселы буквально несколько месяцев назад переехали в новые трехкомнатные апартаменты. Квартиру построили по государственной президентской программе. После краткой экскурсии хозяйка спешит на кухню. Последние приготовления и грезы гурманов, аромат бешпармака, национального казахского блюда, заполняет еще не до конца обставленное пространство. Копируем позу местных. Хозяин разливает по рюмкам кумы из кобылья молоко. За нашего президента. Я для любимого. Да, для любимого. Чтобы он жил долго-долго. От политического к бытовому. За столом беседы заходят, как говорится, за жизнь. Мунира – бизнес-леди. Уже 15 лет она содержит магазин а-ля «Союз Печать». Что бизнесом занимается, он очень хорошо поддерживает. Поддерживает то, что он кредиты дает, тоже под малый процент. Большинство молодежи все поддерживают Назарбаева. Потому что он делает все возможное, все возможности для молодежи. Молодежь сейчас хорошо, могут выехать за границу учиться. Арман пять лет назад переехал покорять столицу с Южного Казахстана. Сейчас он уже учится в магистратуре на инженера-геодезиста. Будущая профессия, надо сказать, весьма перспективная в стране, которая постоянно в состоянии перестройки. Горно-степная держава, проще говоря, обладательница всей таблицы Менделеева. Занимает шестое место в мировом рейтинге государств, богатых на полезные ископаемые. Правда, в свете последних мировых событий, девальвация в ближних странах-партнерах, снижение цен на нефть, эхо-кризиса долетело и до Казахстана. Собственно, поэтому и было принято решение о досрочных выборах. Людей волнует, повысится ли после выборов курс доллара. Нефть, она примерно тоже, мы видим, что стабилизировалась, даже поднялась. Ситуация не настолько тревожна, чтобы ожидать какой-то девальвации. У Евразийского экономического союза ЕАЭС есть все шансы войти в тройку интеграционных объединений мира. Именно вступление нескольких стран в Евразийский экономический союз сегодня определяет новые требования к той продукции, которая производится как в Беларуси, так и в Казахстане. На столичном рынке средь казахской молочки примечаем сыр «Беларусь». Распробовав сграничный продукт, местные записываются в постоянные клиенты. Встречается на прилавках Астаны и сливочное масло из центра Европы. Качество очень отличное. Я покупаю беларуський слив. Часто? Часто. Как он, вкусный? Нравится. Баурыжан Ерышов регулярно приезжает затовариваться на этот рынок. Профессор кафедры экономики и по жизни любит экономить. Складывается ошибочное мнение в демократических странах, почему в Казахстане, например, нету сильной оппозиции. А я вам отвечу на него простыми словами. Просто оппозиции нечего предложить народу, чтобы за ними кто-то пошел. Оказывается, его знание о Беларуси не ограничивается прилавками. Мой дед участвовал в Третьем Белорусском фронте. Он всегда хорошо отзывался о Беларуси. Ну, что я помню с детства? Бульбу помню. Что я знаю? Лукашенко знаю. Знаю, что добрый народ. А здесь Беларусь обкатали уже давно. Несколько лет назад в Астане открылся дилерский центр «Амкадор». Сперва белорусские специалисты провели здесь маркетинговые исследования, нашли, так сказать, свой коридор продаж. И вот за последний год в Казахстане уже реализовано 100 единиц техники. Им нравится техника белорусская, называют ее неубиваемой. Создание Евразийского союза, оно, конечно же, помогает нам. Лишние простые на таможне, они тоже исключены. Мы одинаково себя чувствуем на Евразийском союзе. Производители техники Беларуси, России или Казахстана, мы в равных условиях. Фермерская династия из Аршалыка еще в 2003 году пополнила мехдвор белорусским погрузчикам. С тех пор техника в строю. Качество лучший имиджмейкер. И вот буквально на днях снова пополнение. Белорусское предприятие, можно сказать, по спецзаказу, сделало вместительный ковш и универсальный адаптер для погрузки. У основателя фермерского хозяйства Петра Емельяновича две тысячи с половиной гектаров земли. Вместе с сыновьями он выращивает пшеницу, продает зерновые в основном на внутреннем рынке. Петр Емельянович вдруг отдается порыву ностальгии и выясняется, что с нашей стороной его связывают воспоминания 29-летней давности. Был в Чернополе, там уже полностью из Белоруссии мы жили там же все. Вот фотография 1944 года. Вот мой отец, партизан. А где вы? На коленках вот этот маленький? А я на коленях вот царя. А, это побольше. Он относит себя к поколению детей войны. Полугодовалым мальчикам Великая Отечественная война застала его на Брещене. Как и многие, повидавшие лихолетие страшных боев, Владимир Иванович решил стать военным. Так служба его и десантировала в Казахстан. Здесь он живет уже 30 лет. Сотни стихов о тоске по родине, о Казахстане и десятки о лидере нации Назарбаеве. Мир убежден, что лучшее лекарство – любовь и время. И настал момент, когда сформировалось государство и избран был наш первый президент. Эти стихи, многие строки подходят и нашему президенту Лукашенко. В концертном зале «Казахстан» звучит последний звонок. Владимир Иванович спешит в зал. Сегодня восстанет день белорусского кино. Перед праздничный открытый показ. На экране – Брестская крепость. Анастасия Дегтярь, Дмитрий Травин, «Картина мира», «Казахстан». Одним из первых пожал, лично пожал руку новоизбранному Назарбаеву председатель Китая Си Цзиньпин. Лидер Поднебесной на минувшей неделе приехал в Казахстан с визитом, затем отправился в Москву, где и находится сейчас. А следующим пунктом станет Минск. Визит председателя КНР весьма важен для Беларуси. И для Китая, безусловно. Недавно лидер КНР совершил большое турне по Европе. Беларусь – одна из европейских стран, которая может стать для Китая площадкой для продвижения на рынок Евросоюза. Ну а для Беларуси важны, конечно же, инвестиции из Китая. Важно увеличивать долю белорусской продукции во взаимном обмене товарами и политическая поддержка. Поднебесная или страна-загадка? Китай на протяжении большей части своей истории – это настоящая империя. И сегодня лидер КНР – один из самых влиятельных политиков мира. За последние 12 месяцев с визитами к Си Цзиньпину приезжали главы около сотни стран, абсолютно разных по политическим взглядам. К примеру, США, Казахстан, Аюар или Таджикистан. Сам же глава Китая наносит визиты достаточно избирательно. По географии его поездок можно проследить основные векторы внешней политики Поднебесной. Вот Си Цзиньпин пожимает руку президенту Аргентины. Здесь приветствует премьер-министра Франции. На этом фото ведет переговоры с английским принцем Вильямом. И вот уже завтра Си Цзиньпина будут хлебом с солью встречать в Беларуси. Сам факт визита, он совпадает как с некой символичностью и вот этой торжественностью в связи с 70-летием Победы. Ну и с другой стороны, я думаю, здесь такая, знаете, миссия исследовательская в чем-то. Для Китая очень важно сейчас очень четко понять, что здесь происходит. И в этом отношении этот визит тоже должен способствовать. В нашу страну Си Цзиньпин едет сразу после посещения Казахстана и России. Это еще один символ. Политик показывает интерес к Евразийскому экономическому союзу. Но являясь нацией предприимчивой, китайцы пока ведут бизнес с каждой из стран ЕАЭС по отдельности. Два года назад, во время визита президента Беларуси в Пекин, отношения наших стран вышли на новый уровень со стороннего стратегического партнерства. Тогда же стороны подписали три десятка документов на полтора миллиарда долларов. Китай уже сегодня, как я часто говорю, империя. Это уже страна, без которой не решается ни один вопрос в мире. И она должна идти в Европу. Мы готовы способствовать этому, прежде всего экономически. С денежной точки зрения Китай и партнер не то слово надежный. Это ни много ни мало уже первая экономика в мире, если считать по паритету покупательной способности. У КНР и самые большие золотовалютные резервы. Их объем приближается к цифре в 4 триллиона долларов. За последние пять лет китайская промышленность, точнее китайские потребители, потребили больше цемента, чем за весь 20 век Соединенных Штатов Америки. Это говорит о том, что экономика очень растущая. В прошлом году уже произошел своеобразный переворот. Китай вышел на первое место не только по привлечению внешних инвестиций в китайскую экономику, он вышел на первое место по внешним инвестициям. Китай реализует сразу несколько глобальных проектов, которые могут значительно изменить экономическую картину мира. Один из них – строящийся канал в Никарагуа. Он станет альтернативой Панамскому. Поднебесная хочет транспортировать через него нефть, которую планируют добывать в Венесуэле. Или еще одна задумка – экономический поезд шелкового пути. Это транспортно-логистический поток, который свяжет Азию с Европой. Планируется, что он пройдет и через Беларусь. Наша страна станет важным его узлом. Об этом говорил и президент Беларуси в интервью ведущим китайским СМИ. Китаю нужна дружественная страна в Европе. Пожалуйста, располагайте нашими возможностями в центре Европы. Давайте будем сотрудничать во благо друг к другу. Более того, китайцы очень осторожные люди. Они никогда не будут сотрудничать с проблемными государствами. Они не хотят лезть там, где проблемы. У них своих хватает проблем. Мы не имеем проблем ни с кем. Многие белорусско-китайские проекты уже реализуются. К примеру, Великий Камень Беларусь предоставляет Китаю площадку и человеческий потенциал для этого проекта. Парк станет IT-центром и планируется конкурентом для крупных западных компаний в сфере высоких технологий. Кроме того, обеспечит работой больше 100 тысяч человек. Есть экспортная перспектива и у продовольственной сферы. На днях белорусская молочка получила зеленый свет на рынке Поднебесной. Точнее, полтора десятка предприятий. Они будут поставлять на экспорт сухое молоко. Прорабатываются и другие варианты. Пока ясно одно – шансам нужно пользоваться. В ближайшие годы в Китае будет реализовываться грандиозная программа. Уже реализуется фактически. На месте крупных деревень будут строиться крупные города. Силу этого количество пахотных земель в Китае уменьшится. И Китай действительно будет уже иметь серьезную востребованность в ряде продуктов питания со всего мира. И в том числе, почему бы не из Беларуси, как из преференциального политического партнера. Партнерство, кстати, с большим потенциалом. Прежде всего, финансовым. Для Поднебесной цифра – 200 миллиардов долларов на инвестиции в порядке вещей. Страна имеет один из лучших показателей в этом плане. Но политика, куда инвестировать, жестко регламентируется. Китайцы должны быть уверены, что деньги вернутся старицей. Кроме экономики, Беларусь и Китай связывают еще и письмо. Например, известное всем со школы белорусское правило «я к чуем, так и пишем» на китайский манер перевоплощается во фразу «как вижу, так и пишу». Вот наглядный пример – иероглиф «Дружба». Пишется он таким образом и обозначает рукопожатие. Вот этот жест. И, кстати, этот жест стал уже давно одним из главных в отношениях двух стран. Китайцы, кстати, чтобы произносить название в том числе и нашей страны, специально придумали звук «оу». Он заменяет звук буквы «р». Об этом рассказывает Цао Чень. Китайский специалист подчеркивает, сход между двумя странами, а точнее народами этих стран больше, чем думают многие. Каллиграфия в Китае – это целая философия. Потому как человек пишет, можно сказать, кто он, какой у него характер. То же самое, как в вашей стране могут судить человека по почерку. Но какой почерк будет у отношений Беларусь-Китай, об этом можно будет говорить в ближайшие три дня. Именно столько продлится визит в Беларусь лидера самой большой нации в мире, которая замахнулась и на мировое экономическое лидерство. Планируется, что за время пребывания Си Дзиньпина в Беларуси будут подписаны документы на 15 миллиардов долларов. Это цель. И достигнуть ее получится только вместе. Дмитрий Байрович, Александр Войтихович и Юрий Никитюк. Картина мира. Мы продолжим программу после рекламной паузы. Напомню, это картина мира с Юрием Казиятко. И мы продолжим программу обзором событий в стране и мире. В Великобритании сегодня завершился подсчет голосов на парламентских выборах. Консерваторы, вопреки всем прогнозам, одержали победу и сформируют однопартийное правительство. Дэвид Кэмерон сохранил пост премьер-министра и уже подтвердил свое предвыборное обещание провести в ближайшие годы референдум о выходе Великобритании из ЕС. Представители проигравших партии выступили с критикой избирательной системы страны. Работу предприятий, мониторинг цен и заработную плату обсудил президент Беларуси на встрече с министром труда и социальной защиты. Александр Лукашенко подчеркнул, что несмотря на оптимизацию на производстве, необходимо сохранить квалифицированные кадры и поставил задачу избежать необоснованного повышения цен. При этом глава государства отметил, что повышение доходов беларусов, работающих в государственном секторе, будет лишь после стабилизации экономики. В небо над Москвой сегодня утром поднялись не только военные вертолеты участники Парада Победы, но и машины МЧС. В российской столице вспыхнул крупный пожар. Горело двухъярусное складское помещение. Огонь уничтожил тысячу квадратных метров. В здании обрушилась крыша и внутренние перегородки. Столб дыма поднялся так высоко, что был виден за несколько километров с Красной площади, где в этот момент проходил Парад Победы. Сегодня в Испании самолет через минуту после взлета упал на завод. Погиб весь экипаж, а это не менее 8 человек. О жертвах на земле информации не поступало. Из-за крушения лайнера весь район аэропорта обесточен. В Австралии сегодня по подозрению в терроризме снова арестовали подростка. По сведениям полиции, 17-летний житель пригорода Мельбурна планировал совершить теракт в воскресенье. В доме обвиняемого найдены три взрывных устройства. В апреле за решеткой оказались еще пять подростков за террористические намерения. Восьмилетнего мальчика из Кот-Дивуара пытались переправить в Европу в чемодане. Инцидент произошел в Сеуте, в небольшом полуанклаве Испании на северном побережье Марокко. Пограничники задержали девушку с подозрительным багажом, а позднее и отца ребенка, которому предъявили обвинение в нарушении прав человека. Международная специализированная выставка СМИ в Беларуси собрала в Минске свыше 400 представителей ведущих средств массовой информации из 12 стран. Символично, что во время проведения медиафорума начал работу интернет-портал, который позволяет познакомиться со всеми СМИ Беларуси, начиная от печатных и заканчивая теле- и радиосредствами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На кухню СТВ заглянула Илона Волынец. Начинали мы свои монтажи вот с таких кассет супервыховесных, ну а затем, смотрите, развивался технический прогресс, ну а сейчас вот такие носители. Ирина Мартьянова – одна из первых ведущих телеканала СТВ. 15 лет назад она и представить не могла, насколько вперед шагнет ТВ-прогресс. Музей истории Великой Отечественной войны. 10 экспозиционных залов, 10 временных отрезков на исторической прямой. По каждому из них нас проведут научные сотрудники музея. Это кадры из телеэкскурсии по музею истории Великой Отечественной войны. К 70-летию Дня Победы столичное телевидение подготовило масштабный телемарафон. В эфире в режиме нон-стоп уникальные судьбы и воспоминания очевидцев, реконструкции событий, международные телемосты. В преддверии праздника ведущие и корреспонденты СТВ навестили ветеранов из разных уголков страны. Причем не с пустыми руками, а с новыми телевизорами. Приехали вас поздравить, во-первых, с юбилеем, великой победой вашим праздником. Получат ветераны и вот такие треугольники поздравления. Акцию «Письмо победителю» организовал телеканал СТВ. Проект поддержали тысячи белорусов. Лучшие истории ожили в эфире, а самые трогательные строки пополнили экспозиции музея истории Великой Отечественной. Столичное телевидение за рамки столичного выросло буквально за пару лет. Сегодня СТВ один из трех национальных телеканалов, который вещает на всю территорию Беларуси. В эти 15 лет, это даже еще не совершеннолетие, но совершенно мощное национальное телевидение уже состоялось. А пределов в совершенстве нет. В закулисе телеканала СТВ мы отправимся прямо сейчас. А вообще телевидение – это слаженная работа целой команды. В этом вы скоро и убедитесь. Сердце телеканала – это эфирная аппаратная. Именно отсюда ведется трансляция на всю республику. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а правда, что вот от одной неверно нажатой кнопки может пострадать весь эфир? Ну, конечно. Этих людей никогда не видно в кадре, но именно они формируют телевизионную программу. Причем так, чтобы ваш любимый фильм или сериал вышел в привычное для вас время. Особая творческая атмосфера царит и в гримерной. Пока мастер колдует над образом, ведущая Ольга Сахарова шлифует текст. Программа «Минска Менчани» в эфире СТВ уже 13 лет и неизменно пользуется большой популярностью у телезрителей. Главная информационная программа, которая выходит на телеканале СТВ – это новости 24 часа. Вот прямо сейчас идет очередной прямой эфир. В таких случаях вход в студию запрещен. Но я все-таки предлагаю посмотреть, как это происходит. Заходим, но только очень тихо. В студии работает Жан Кадеба. В прямом эфире возможны разные нештатные ситуации. Свидетелем одной из них непроизвольно стали и мы. Всерьез заволновалась вся съемочная группа. У ведущего заслезился глаз, но зрители этого не заметили. Жан отчаянно держался до конца выпуска. Ведущему приходится выкручиваться как-то и в таких ситуациях тоже. Потому что это наша работа, не встанешь же, не уйдешь. Смотреть СТВ в режиме реального времени можно в любой точке планеты. Достаточно зайти на сайт ctv.by. Сайт СТВ сегодня самый посещаемый сайт среди сайтов телеканала Беларуси. В канале Ютуб у нас на сегодня 9 миллионов просмотров. В поисках горячих тем и самых неожиданных деталей журналисты телеканала уже объездили не один десяток стран, побывав практически на всех континентах. Наши журналисты буквально за последние несколько лет снимали и трущобы Бразилии, и офисы арабских шейхов, и беспорядки на улицах Греции, Турции, наводнения на Балканах. Люди в Турцию в основном ездят отдыхать. Мы же были в Стамбуле во время беспорядков, и во время такой активной фазы протестов у оператора инстинкт самосохранения, ну как в принципе это должно быть у профессионала в нашем случае, сработал наоборот. То есть он побежал не от полиции, а на полицию. Соответственно, вот в результате он очень такой конкретный получил серьезный удар водометом. Вот, ну, я подышала газом слезоточивым. Если 15 лет назад телеканал начинал вещание с выпуска новостей, то сегодня в телевизионной копилке СТВ множество проектов. К примеру, каждый день белорусы просыпаются вместе с программой «Утро. Студия хорошего настроения». У нас тут всякое происходило. Мы тут и траву косили, самую настоящую траву. У нас был дерн. Юра обливался холодной водой. Поющие города уже называют народным телешоу. Недавно стартовал четвертый сезон. Немало поклонников и у проекта «Хорошоу», который давно вышел на международный уровень и собирает творческие коллективы из разных стран. Дебют этого сезона – общественно-политическое ток-шоу «Что происходит?». Это новый проект на телеканале «РТР Беларусь». Мы начинаем. Здравствуйте. В паре с радиоведущим Дмитрием Смирновым работает журналист СТВ Наталья Бреус, которая параллельно с новым проектом продолжает репортерскую деятельность. На этой неделе она передавала последние новости из российской столицы. Только что завершились переговоры в Кремле. Вот сейчас выбираем самый удачный, самый лучший план, компонуем и отправляем в Минск, на студию, чтобы как можно быстрее это видео оказалось в эфире. Сразу видна наша работа. Немало сюрпризов СТВ готовит к новому сезону. К примеру, проект «Я шагаю по стране» обещает стать самым масштабным за всю историю телеканала. Пока авторы не раскрывают всех секретов, но признаются, что готовят настоящую видеоэнциклопедию о нашей стране. Мы постараемся собрать все эти ассоциации, все эти вещи, которые и формируют образ, имидж Беларуси, бренд Беларуси, если хотите, и нарисуем с помощью операторского искусства, режиссерского искусства, журналистского взгляда, нарисуем вот такую видеоэнциклопедию Беларуси из восьми серий. Творческий коллектив СТВ никогда не оставался без наград на национальном телевизионном конкурсе «Телевершина». Только в прошлом году у телеканала было пять наград, в том числе Гран-при – телевизионный проект года. Но ни одна статуэтка не заменит главное – любовь зрителей, для которых все эти 15 лет и работала команда СТВ. Илона Волонец, Дмитрий Травин, Тамер Малак и Максим Сацукевич. Картина мира. Май богат на праздники, но главным остается День Победы. С Днем Великой Победы, дорогие наши зрители. Вы смотрели картину мира с Юрием Казиятко. Увидимся через неделю. До свидания.